Стою перед зеркалом Вижу ее, никак не могу Заблинуть ей в лицо Мои губы молчат, а совесть кричит Ведь оттуда Мое отражение глядит Одиночеством болью меня упрекая Оно бьется в слезах Не в силах простить Мое сердце и душу огнем выжигая Не дает оправдаться Обрекая на жизнь Когда я была маленькая Мне было лет 9 Меня отвели Тетя моя отвела меня в школу Кружок пения Мне нравились детские песенки Которые мне давали Я решила написать что-то свое И так у меня появилось Первое мое стихотворение Называлось «Мама» Правда, песня из этого стихотворения не получилась Но с тех пор я начала писать Детские мои стихи, конечно, их было много Но они все, конечно, потерялись Осталось то, что уже попозже и посерьезнее В детстве к тому, что я пишу, относились равнодушно К этому как-то серьезно не относились А уже попозже Попозже Начал папа интересоваться моим творчеством Он начал читать Мои стихи Говорил, что мне как Можно поменять Не постоянно от первого лица писать Например, да От третьего попробовать Или наоборот Как о себе рассказ А не что, вот постоянно я, я И так как-то пошло разнообразие В моих стихах Все, что я опишу Только То, что я чувствую Я не могу придумать У меня придумывать не получается Только вот то, что вот чувствую внутри Да, как-то происходит Хорошо ли, плохо ли У меня все Все мои чувства выливаются на оно На бумагу Путей так много на земле Какой мне выбрать Я не знаю Но хочется уж поскорей Найти свой путь Определиться Так хочется уже быстрей Понять весь смысл этой жизни С кем суждено прожить сто лет Кто Богом выбран для меня лишь А для чего я родилась Чтобы познать все боль и разлуки Познать любовь А может страсть А может в общем эти муки Но для чего жить без любви Я чувствую и понимаю Какой бы ни была любовь Она нужна Я это знаю Когда папа читал мои стихи Мне было стыдно Мне было всегда стыдно Но когда он говорил Что ему это нравится Да Я еще старался вносить Какие-то коррективы Не в уже написанное А на будущее Я испытывала гордость Поэзию В моей жизни Наверное занимает сейчас Второе место Так же как музыка и поэзия Для меня сейчас занимают второе место Самое главное место в моей жизни Занимают мои дети Потому что все Что я чувствую С детьми Не с детьми Все у меня идет на бумагу Мои дети растут со мной Это уже понятно Что они интересуются музыкой и творчеством Что им это интересно Потому что они это видят Но я не хочу настаивать как-то на чем-то Что вот мне нравится Или чего-то я не добилась Потому что у них должны быть Свои взгляды Свои мировоззрения Они должны делать то Что им нравится Но все-таки Что мальчику Что девочке Очень нравится музыка Они любят инструменты музыкальные Они любят песни Они очень любят петь К танцам, конечно, не так прям Ну, скорее балуются, танцуют Но в основном Петь и играть на инструментах Они любят У меня моя родная бабушка Моя родная бабушка Мамина мама В молодости играла на музыкальном инструменте На гармошке она играла Но среди хубиевых С отцовской линии Среди хубиевых Есть музыкальные люди Творческие люди Я их не знаю, честно Я долго не думаю перед тем Как написать Вот у меня вот Может как-то Ни с того ни с сего Даже это начаться У меня даже может Когда что-то зарождается в голове У меня может даже температура подниматься То есть если это даже произойдет ночью Я если не встану и не напишу У меня это не пройдет Само по себе все как-то получается Специально заранее об этом думать Что да, надо что-то написать У меня такого не бывает И поэтому у меня стихов не так уж и много Но книжку одну хватило Вот это моя книжка Моя первая и единственная книжка У меня Я собрала все свои стихи Которые у меня были Я их сама напечатала на бумаге Попросила моего братика Двоюродного Он от нас в издательство И это все оформили в маленькую книжку Но это были как подарочные издания Не тиражные издания Не тиражные издания А подарочные просто Их было не так уж и много Мы раздали родственникам и друзьям И все Лунный свет Это было мое любимое стихотворение Которое там есть И первое стихотворение Не от первого лица Вот Уже по коррективам моего отца Лишь лунный свет Над ними чуть горел Лишь тишина их согревала ночью Быть рядом с нею Все, что он хотел Ее мечта Спылась лишь этой ночью Лишь их сердца Стучали в унисон Лишь в их словах Здесь не было значения Он говорил ей что-то Он не знал Не то и нужно было Нет сомнения Лишь вдалеке уже рассвет Олел Лишь солнце им теперь мешало Свидетелем любви Был лунный свет Но каждый раз Луна молчала Дети как-никак это дети И у них всегда ходит много времени И поэтому на творчество Остается времени немного меньше Но потихонечку стараемся двигаться вперед Вместе Когда, например Чаще дети находятся со мной Когда мне надо куда-то пойти С детьми Я беру их с собой По крайней мере моя старшая дочка Она почти всегда сопровождает меня Она всегда Она растет в этом Когда я ходила на кружок по пению В дворце пионеров Мне всегда было интересно Откуда берутся эти песни Вот я перепевала Но когда нас учили петь Когда нас вставили голос Мы перепевали само собой Вот поколянных исполнителей Популярные песни все Но мне всегда было интересно Откуда берутся их песни Откуда берутся их слова Почему они вообще Кто их пишет Зачем Я один раз попробовала сама Под популярную песню Правда Под зарубежную популярную песню Написала свои слова Мне вот тогда вот понравилось И вот с тех пор я начала писать Ты женщина, ты мать И ты прекрасна Твой взгляд и образ так чисты Что пред тобой меркнет звезд сияния А солнце поклоняется к высоту Ты Богом создана для счастья В тебе сотворено тепло Ты даришь всем вокруг лишь радость Опустошая свое дно Ты не жалеешь силы и здоровья Пытаешься вокруг всем угодить Но знай Наступит день, когда поймешь, что Что счастье мы должны тебе принять Мелодии я придумывала тоже сама Слова придумывала сама Но отреализовывала с ней Когда я была маленькая Я всегда мечтала быть похожей На Наталью Ореро и Дженнифер Лопес Но единственным главным моим кумиром Всегда было остается это Майкл Джексон Даже до такой степени я его любила Чтобы меня даже называли его сестрой Когда я была маленькой В творчестве и в поэзии Главное мне кажется Это не что-то выдумывать и придумывать Лишь бы кто-то прочитал Сколько мне это понравилось А вот искренности, чувства Потому что если кто-то читает твои стихи Те же самые стихи, например Или слушает песню, которую ты поешь Если не увидит в этом какой-нибудь жизненный опыт Или, например, не покажется эта история Которая там описывается правдиво Или чувства какие-нибудь Это не будет интересно просто никому У меня есть одна песня полностью готовая Называется «Иллюзия» Написала ее я сама И слова, и музыку, все Прости за то, что Я не кричу, но я не могу играть Я хочу лишь вырваться чувства своих Поверь мне, есть что сказать Ты вошел в мою жизнь В тот гром средь небес И так же ярко, но тихо пропал Но только знаешь ли ты Что чувства мои еще остались И как память горят Иллюзия, любимые Иллюзия, мечты мои Иллюзия, реальности Живу я, как во сне Иллюзия, как облик твой Что каждый миг стоит предо мной Иллюзия, как песня небес Ты стреляла в душе твоей Твои губы, глаза Твой голос и взгляд Меня по-прежнему сходят с ума Ты не рядом сейчас Но в мыслях моих Ты даже ближе, чем можно сказать Ты закрыла замок Все двери в себе Не пускаешь меня ни в одну Но позволи хотя бы другом лишь быть Не пойми, я не подведу Иллюзия, любви мои Иллюзия, мечты мои Иллюзия, реальности Живу я, как во сне Иллюзия, как облик твой Что каждый миг стоит предо мной Иллюзия, как песня небес Ты стреляла в душе моей Но почему же так сложно жить Среди людей Почему невозможно дышать Когда не рядом со мной Когда ты в колеке Меня нужно всегда спасать Задыхаясь в реальности нашей сейчас Я как песня себя утоплю Свои чувства, эмоции Не разобрав Я как якорь на дно ухожу Иллюзия, любви моей Иллюзия, мечты моей Иллюзия, реальности Живу я, как во сне Иллюзия, как облик твой Что каждый миг стоит предо мной Иллюзия, как песня небес Застряла в душе моей Иллюзия 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 реальности Живу я, как во сне Иллюзия 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 Песня небес Застряла в душе моей Недавно был устроен организован концерт Кстати, мы организован концерт Благотворительный концерт Для детского дома Который называется «Реабилитационный центр на нос» И на этом концерте был дебют моей собственной песни иллюзия. И публике понравилось. Такой прям вот сольный концерт, это у меня был первый. Так что у меня была не только дебют песни, а дебют еще мой, собственный дебют. Меня переполняли эмоции, меня переполняли чувства, чувства восторга. Для меня это, я не знаю, было равносильно к тому, что меня возвысили как королеву, наверное. Мне очень все понравилось. Я надеюсь, что такое начало пойдет, раз такое начало, то есть в дальнейшем все будет хорошо. Хочу быть рядом с тобой сейчас так долго, как это возможно. Не отходить от тебя ни на час, только тогда я буду довольна. Хочу просто слушать, как ты говоришь своим голосом нежным, спокойным. Сколько чувств ты сможешь вложить, когда имя мое произносишь. Хочу на меня, чтоб смотрел своим взглядом пронизительным, нежным, чтобы думал ты лишь обо мне, разжигая огонь в моем сердце. Я извлекла, я сама же себе делала, стояла замечания по ходу концерта. Ну, что-то там, как ввести себя на сцене, например, перед людьми. Но там были дети, поэтому я скорее, наверное, была немного зажата больше, потому что полностью я не открывалась. как-то так. Были замечания, которые я сама себе делала, даже после концерта. Я уже приехала домой, села и, вспоминая каждую песню и каждый мой шаг на сцене, говорила себе, что вот так можно, так нельзя. Если ты хочешь посвятить себя творчеству, научись чувствовать. Надо научиться прочувствовать это все самому, а потом уже выносить на публику. Если ты это не прочувствуешь внутри себя и не переживешь каждую эту маленькую историю, даже если ты пишешь, что ты растишь, что маленькая, что ты растишь, если ты это сам внутри себя не прочувствуешь, тебя не все понятны. И даже если это касается песни, неважно, поешь ты свою песню, перепеваешь ты чужие песни. Главное, как ты это подносишь, как ты это чувствуешь, потому что смотрят на тебя, они вспоминают того, кто это пел раньше, например, и смотрят на то, какие чувства испытываешь ты, и то же самое чувствуют с тобой зал у зрителей людей. А на самом деле, передать чувства, когда на тебя смотрят миллион людей, даже если там всего 2-3 человека, очень сложно. Главное не думать о том, что на тебя там кто-то смотрит, что надо просто чувствовать, что это вот мое, и я это делаю. И все. Если ты веришь в себя, то все получится. Верь в себя, иди вперед. И все, больше ничего не надо. Субтитры создавал DimaTorzok